В эфире телеканала ННТ новости Дагестан с наиболее значимыми событиями. Вас ознакомят мои коллеги и я, Ларьяна Шемхалаева. Здравствуйте! В начале выпуска по традиции короткий анонс. Земля раздора. Прокуратура столицы выявила махинации с участками вблизи озера Акгель. Мусорить, где вздумается, не получится. Махачкалинец извинился за незаконную свалку строительных отходов. Большие дела из маленьких рук. 12-летний мальчик пожертвовал свои накопления на оказание помощи пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы. С аудиогидом по Дагестану теперь путешествовать по живописным уголкам республики можно будет самостоятельно. В Москве убит экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Об этом сообщает информационный портал Мэш. 54-летний уроженец республики был застрелен в ночь с 25 на 26 августа из огнестрельного оружия. По предварительным данным, политик погиб в доме кинопродюсера Гранта Полагаева. Подробности произошедшего выясняются. Следственные органы возбудили дело по факту убийства. Отметим, что Ахмед Гамзаев был членом республиканского парламента, затем числился в партии «Справедливая Россия». Прокуратура Махачкалы выявила махинации с землей вблизи озера Агель. Участок площадью в 2 гектара и стоимостью в 295 миллионов рублей был передан под строительство многоквартирных домов на основании поддельного постановления администрации города в 2014 году. Позже данную территорию разделили на 5 частей и продали разным собственникам. Прокуратурой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Устроивший незаконную свалку мужчина извинился перед жителями Махачкалы. Накануне в дагестанском сегменте соцсетей распространилось видео, где гражданин на одной из столичных улиц выгрузил строительные материалы. Нарушителя оперативно доставили в МБУ Махачкала-1, где с ним была проведена разъяснительная беседа по части ликвидации габаритных отходов. Мы жители города Махачкалы. Я прошу, чтобы мои извинения вы приняли. Теперь такое больше не повторится. Вы не знали, что строительный мусор нельзя выбрасывать на контейнерную площадку, правильно? Не знал, да. Об административной ответственности тоже не знали? Не знал. Что Вы можете сказать? Вы сейчас узнали, что строительный мусор нельзя бросать на контейнерную площадку. И какое Ваше мнение по поводу этого? Что Вы можете сказать? Своё напутствие горожанам, которые... Что бы такого ни делали, это загрязняет, во-первых, город. Наверное, это неправильно. Загрязняет город, усложняет вывоз мусора. Городская локация будет очищена от выброшенного строительного мусора самим же нарушителем. Кроме этого, согласно требованиям законодательства, на мужчину будет наложен штраф. Как отмечают работники МБУ Махачкала-1, они ежедневно сталкиваются с такой проблемой. На контейнерных площадках несознательные горожане оставляют старую мебель, строительный мусор и изношенную технику. В организации напоминают, что баки должны быть загружены только твёрдыми коммунальными отходами. Всё остальное необходимо вывозить на полигон. И к другим темам. Почти 53 тысячи детей Дагестана станут первоклашками. Об этом сообщает Министерство образования и науки республики. В общем, за партой общеобразовательных учреждений региона сядут более 350 тысяч школьников. Учиться они будут в этом учебном году в 1400 учебных заведениях. Стоит отметить, что 15 из них нововозведённые. Дети вместо цветов. Акция в начале учебного года как настоящий урок доброты и для школьников, и для их родителей. Это уже традиция не тратиться на огромные букеты учителям, а перечислять деньги на благотворительность. С 30 августа по 4 сентября Инсан объявляет сбор на помощь своим подопечным с диагнозом задержка психоречевого развития, ДЦП и аутизм. Это заболевание, требующее немалых и постоянных трат. Каждый может присоединиться к акции и сделать пожертвования в размере примерной стоимости букета цветов. 12-летний мальчик пожертвовал 120 тысяч на оказание помощи пострадавшим при взрыве в Махачкале. Многократный призёр чемпионатов подзюдо Ашахан Хазанатов передал в благотворительный фонд личные сбережения. Ашахан рассказал, что копил деньги на свой день рождения, однако после произошедшей трагедии принял твёрдое решение о передаче средств пострадавшим. Я копил это в течение четырёх месяцев, мне это давали на соревнованиях, за победы. Я это копил себе на движение, и я понял, есть люди, которые больше не нуждаются в этих деньгах, и я решу эти деньги им дать. Нужно помогать нуждающимся, это долг каждого дагестанца, каждого россиянина, независимо от возраста. В Дагестане запущен большой автомобильный аудиогид по живописным местам региона. Маршруты охватывают все основные достопримечательности республики и рассчитаны на несколько дней поездки. В пути туристов ждут интересные истории о республике и даже советы по путешествию. На самые популярные локации новый аудиогид сопроводил и наших корреспондентов. Подробнее в сюжете. Тревел-гид, рассказывающий о культуре, истории народов Дагестана, их нравах и обычаях. Цифровая экосистема МТС при составлении маршрута вместе с аналитиками выяснили, что в основном туристы прибывают в Махачкалу и уже отсюда начинают свое путешествие на арендованном авто или на машине с гидом. Если вы обладаете запасом времени, то точно стоит побывать во всех его точках. Дагестана много не бывает. Яркие эмоции и незабываемые впечатления от путешествия останутся с вами надолго. Маршрут состоит из двух частей. По северу Дагестана вдоль Сулака к Гамсутлю и по югу Дагестана к Аспидербент-Куруш. И хоть обе ветки аудиогида берут свой старт в столице, начинать экскурсию можно и в любой другой точке. Каждый рассказ о достопримечательности написан как самостоятельная история. Об этом говорят и гости из соседних республик. У нас есть много различных источников в сети интернет или в книжках, где мы можем прочитать какие-то истории, легенды. Спасибо компании МТС, которые нашли историков, нашли местных сборщиков, скажем так, фольклора, которые наделили этот гид новыми какими-то вещами. То есть человек, который воспользовался им, он может что-то новое для себя почерпнуть. Главная особенность, скорее всего, по крайней мере на мой взгляд, это именно обстановка. То есть обстановка, которую аудиогид создает в вашей голове, скажем так. Вы едете и, во-первых, голоса подобраны очень интересно, во-вторых, опять же, это местные жители, которые знают все эти культурные особенности. И все это находится в ваших ушах, скажем так, и все это вы буквально сразу видите перед глазами. Никуда ничего ходить не надо, это очень-очень удобно. Ну, по крайней мере, для меня так показалось. Я как гость Дагестана очень благодарен этой республике, хотя и не первый раз, но вот такие впечатления я получил, наверное, первый раз, воспользовавшись этим гидом. Программа создана при поддержке правительства Министерства туризма Дагестана и работников культуры региона. Визуализировать маршрут помог известный фотограф Мухтар Гаджи Дадаев. Озвучил экскурсию директор Республиканского русского драматического театра Тимур Магомедов. Выбор его голоса назвали стопроцентным попаданием. Первые пользователи приложения. Вообще, когда слушаешь аудиогид, он, конечно, раскрывает национальную культуру, культуру республики, потому что голос, который ты слышишь, он, как он рассказывает, он рассказывает с эмоциями, с чувством, как говорится, с толком, с расстановкой. И именно через эти интонации, интонационные моменты, ты понимаешь, насколько богата дагестанская земля. И еще, что интересно, в этом гиде есть такие нотки юмора, когда гид мимикрирует под навигатор или под какие-то другие вещи. И что мне очень понравилось, то, что когда ты слушаешь этот гид, то ты понимаешь, что его рассказывает человек, который действительно любит свой родной регион, который гордится им. И эту гордость он транслирует всем приезжим, всем гостям республики. Популярными направлениями в республике, по данным аналитиков, является Сулакский каньон. Здесь побывали в этом году более 40% туристов. Более 50% посетили бархан Сарыкум, который уступает только Дербенту. Здесь 70% приезжающих от всего турпотока. Разрабатывая новые точки притяжения гостей из разных уголков страны, в компании МТС учитывали не только прекрасные виды бархана, гор и водоемов. Приложение познакомит с местными мастерами народных промыслов, подскажет интересные локации для фото и видео, укажет мечети, музеи и места, где купить сувениры или даже остановиться на ночевку. По итогам вот этого туристического сезона Дагестан показал самый большой прирост по количеству туристов среди всех курортов Северного Кавказа. И мы с помощью своей аналитики всегда смотрим, учитываем это в планировании нашей сети. Смотрим, где нам строят сеть сотовой связи и отдельное внимание уделяем туристическим локациям. Например, Сулакский каньон, наверное, он такой один из первых, про который узнали вообще в масштабах России. Это была одна из первых территорий, которой мы полностью покрыли сетью сотовой связи, как наверху, так и внизу каньона. Ну, чтобы люди, понятно, все приезжают, видят эту красоту, им хочется сразу делиться, выкладывать, тут же писать пост, включать какие-то стримы. И вот эта возможность у них есть. Например, в Куруши тоже, это очень высокогорное село. Оно сейчас не такое туристическое, я знаю, но там очень сильно развивается альпинизм. И я уверена, что в дальнейшем туда поедет очень большое количество людей. И тоже они нас очень просили. И вот там сейчас сеть сотовой связи развернута. И там в том числе на горном хребте, что важно для альпинизма. И просто и для жителей, и для туристов, которые туда приезжают. А я думаю, будет приезжать еще больше. Вот, например, село Гарах, где тоже не было сети сотовой связи. Это на границе с Азербайджаном. Но это место очень важно тем, что через него проезжают очень многие, кто путешествует по югу Дагестана. И люди часто попадали в зону действия сети сотовой связи Азербайджана. Ну, как бы, что было некомфортно, конечно же. Вот мы узнали об этой проблеме, построили там базовую станцию. И сейчас тоже все могут пользоваться комфортным мобильным интернетом. Туроператоры при этом не переживают, что живым экскурсоводам их онлайн-коллега составит конкуренцию. Напротив, видят в этом возможность еще большего карьерного роста. Формат удобный. Аудиогида для путешествующих туристов. Но все-таки я посоветую местных ребят, которые здесь живут. Потому что в некоторых местах аудиогид не сможет рассказать про красивые точки, про вкусные кафешки, про такие закоулки, откуда видно виды, которых нигде не показывают, нигде не рассказывают. Для нас конкуренции, я думаю, то, что он не составит, и личное общение, оно всегда все равно лучше рассказывает про местные традиции, про обычаи. И весь колорит не передаст этот аудиогид. Отметим, что аудиогидом на платформе МТС Лайв могут воспользоваться бесплатно абоненты всех операторов сотовой связи. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из App Store или Google Play. И в разделе «Онлайн» найти гиды под названиями «По северу Дагестана вдоль Сулака Гамсутлю» или «По югу Дагестана Каспий Дербент Куруш». Экскурсию можно полностью загрузить на смартфон. Лориана Шумхалаева, Магомед Магомедов, Новости, ННТ, Дагестан. В селении Джульджак Табасаранского района открыли новую мечеть. Аул находится высоко в горах в одном из живописнейших уголков Дагестана. Здесь проживает более тысячи человек. Открытие мечети стало большим событием в жизни села. В нем приняли участие председатель Совета имамов муниципалитета Ансар Рамазанов, глава Джульджак Шахимирден Гасановаев, богословы и хафизы Корана. Имам села Руслан Асланов тепло поблагодарил гостей мероприятия и местных жителей за помощь в строительстве. Представители муфтиятра республики вручили всем тем, кто принимал активное участие в возведении объекта, благодарственные письма и подарки. И в завершении немного о спорте. Федерация борьбы Дагестана поощрила медалистов Первенства мира и Европы. Денежные премии, памятные статуэтки и грамоты из рук главы организации Гайдара Гайдарова и заместителя министра спорта Республики Дагестан, олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова, получили обладатели наград юношеского первенства Европы, а также первенства мира среди молодежи. Напомним, в этом сезоне дагестанские вольники выиграли на международной арене в общей сложности 15 медалей. Очень приятная миссия для всех, даже и для нас, когда ты видишь в глаза радости. Ребят, мы ждали, пока все соберутся. Младшие юноши, старшие юноши, юниоры ждали, пока все соберутся здесь, в республике, вернутся с соревнований, со сборов. Давно планировали такое мероприятие провести, сегодня провели вроде бы все, все довольны. В конце года мы проведем еще мероприятие, выберем лучшего борца республики и лучшего легионера тоже от республики, поощрим их тоже. Конечно же, очень приятно, что нас собрали, что нас замечают, что гордятся нами. Мы тоже гордимся, что мы часть Тиагестана. И мы больше, чем уверены, что вот этот вот небольшой трамплин, он обязательно будет нас толкать дальше. То есть, другим победам, другим вершинам. Обещаю желаю тренерам тоже кропотливой работы, также стараться и двигаться вперед. На этом у меня все. В студии работала Лориана Шумхалаева. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.